Здесь вот открывается прекрасный вид, в планах, значит, к 2015 году. Вот это насаждение, которое касается, ну, это явняк и тому подобное, мы их все уберем. Вот эти все уберем. Чуть-чуть, 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 здесь, это Молгород. Здесь находится вид, который на Нижний Молгород, как бы говоря. Вот старинную фотографию, когда смотрите на вот эти два храма, вода подходила прямо к самому берегу, вот здесь вот, и сюда подплывали паромы, сюда тоже, к этому краю. Вот, значит, в центре, значит, Сергийской слободы, значит, будет открываться памятник, памятник преподобному Сергею Радонежскому, значит, открытие его будет 9-го, но поскольку вы приехали, мы специально открыли, чтобы вы посмотрели. Ради вас. Значит, почему именно на этом месте? А почему на этом месте? Ну, дело в том, что мы, когда делали проект, выбрали центр, выбрали центр, значит, и в центре, как бы говоря, между соборами, всеми этими поставили его здесь. Вот. Смотрит, почему на город. Значит, это у нас центральная улица проходит, вот здесь улица Ленина. Вот где стоит как раз эта улица Ленина. И он смотрит на центральную улицу, чтобы население, которое идет по центральной улице, они могли видеть его. Вот справа от нас, это вот детская площадка. Здесь три павильона, вы видите, построенные для детей садика, чтобы они могли играть. То есть, игровая площадка для каждой группы отдельная. В группе 25 человек, в садике будет всего 75 человек. Здесь, на территории, можете обратить внимание, вот на здании, вы видели, вот там, значит, у нас баннер висит. И вот еще два повещенные. Это, значит, баннеры, которые говорят о жизни, значит, Сергея Радонежского. Есть картины, и мы из этих картин сделали такие баннеры, чтобы было. Пойдемте дальше, пожалуйста. А сейчас сколько человек в детском садике? Он 9-го сдается. А, он еще будет? Да, 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 да. 75 человек будет. А то, что сейчас у детей будет, это... Это детей, вот, приведи я. Можно одну минуточку? Вы знаете, дорогие друзья, нам присоединился представитель администрации Борского района. У него буквально 10 минут. Давайте мы ей зададим сейчас все вопросы. Как мы сейчас так вот выстроимся, вот, операторы, может быть, нам подскажут, как удобнее нам встать, где. Вот сюда, да? Сбираю, сбираю. Ольга, пожалуйста, вот сюда, да. Не, не, вот, в лицо, вот туда. Лицом, и вот чуть-чуть, вот сюда, сейчас вот сюда. Коллеги, вы готовы? Ты туда туда находишь? Нет, а вот это... Я сказал, я сбираю. Да, не, пожалуйста. Я померяю, наверное, надо. Пошел. 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 Тут что-то спустят. Или без вопросов. Вы скажите, что-то поступило по саду, где-то в основном. Наверное, по садику лучше сказать, да? Нет. Давайте, да. То, что Ольга, верно, уже... У меня в голове есть, больше я не скажу. Кому она принадлежит, если не секрет? Кому она принадлежит, если не секрет? Баннер? В голове, конечно. Он придумал, как закрыть. Сарайчик веселенький. А что там за забором, там, вот за зеленым? Жилой дом. Жилой дом, да. Это жилой дом. Человек просто не согласился уйти отсюда. Ему предлагали. Ну, и чтобы... Место-то козырное. Да, да. Кто-то живет, то кто-то живет. А почему этот человек не хочет сменить место жительства? Ну, понимаете, наверное, центр города. Вот первые виды. Да, виды. Ну, авто... Может быть, это может просто... Я даже, может, кто-то... Ну, вот, от администрации. Вот. Это право его. Ну, это его право. Мы его уважаем. Вот так вот красиво облагородили. Готовы ответить на вопрос. Можно поднижать. Для начала представьтесь. Заместитель главы администрации городского округа «Город-Гор» по социальной политике Ершова Ольга Юрьевна. Представилась. Теперь я говорю... Может, Ершова просто начнет рассказывать, а у вас это будет вопрос. Да, просто расскажите. Ну, мы очень рады вас приветствовать на этой замечательной территории. На самом деле, основная цель, которую мы ставили перед собой, разрабатывая концепцию Сергеевской слободы, это в первую очередь приобщение населения нашего города к тому богатому наследию, которое есть. Это и духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, и православное. Кроме того, концепция Сергеевской слободы, она предполагает реализацию нескольких блоков. В первую очередь, это реставрация культуры.